всем привет друзья с вами евгений канал забыстревью и сегодня у меня на обзоре комплекта раздельных регуляторов для гоночного квадрокоптера это регуляторы flywheel ini 45 ампер slim технология bell heli 32 вот такой вот регуль с радиатором в комплекте у него силиконовая провода кстати достаточно такие маленькие здесь 18 avg всего лишь и также есть силиконовая провода для моторов и сигнальная термоусадочка также есть в комплекте вес данного регулятора без проводов всего лишь 4 15 грамм а габариты ширина составляет 11 75 миллиметров а полная длина 36 миллиметров давайте перейдем на banggood стоимость регуля 15 баксов у него есть дошло 1200 поддержка и из технических характеристик можно увидеть что пиковый ток составляет аж целых пятьдесят пять ампер немало есть управляемый rgb светодиод он может работать как три цвета но судя вообще-то потому что bell heli 32 регуляторы имеют возможность задавать разные цвета там что-то около 9 разных цветов должно быть вес 28 грамм здесь заявленного видели что реально вес чуть чуть больше чем 4 грамма вот таким вот образом регуль будет выглядеть собранном состоянии и кстати друзья не забывайте что современных регуляторов нет сигнальной земли здесь есть один провод сигнальный соответственно белого цвета а второй провод это телеметрия желтого цвета потому что я уже видел и даже неоднократно когда новички собирают коптеры и считают что ты это тоже земля и припают его на минус слава богу ничего страшного в этой ситуации не происходит но имейте ввиду друзья что сигнальных минусов сейчас на современных регулях нет и второй контакт при использовании технологии bofile 32 это контакт на телеметрию с помощью телеметрии можно вывести датчик тока или же получить обороты моторов принципе это не так важно вот датчик тока конечно же не помешает итак у меня есть на столе парочка флайвушных рам это флайву краб и флайву мистер крок у мистера крока конечно лучи такие средние по габаритам в принципе я думаю что сюда этот регулятор стал бы таким вот образом без проблем да по ширине лучей в принципе этот регуль сюда становится можно было бы конечно какой-то более компактный регулятор найти потому что он немножко выступает за пределы лучей но все-таки можно можно юзать да особенно если учитывать что это коптер не рейсерский на фристайловый а вот у флайву краб здесь уже более узкие лучи и регулятор конечно выступают за его предел примерно на два с половиной миллиметра на глаз хотя все таки с целью экономии можно было бы поставить и сюда раздельные регули по поводу экономии я имею ввиду что когда у регулятор 4 в 1 выходит из строя один канал вам нужно менять весь регулятор или заниматься ремонтом а если вы используете раздельный регулятор типа флайву и не на 45 ампер здесь немаленький ток но даже если он выйдет из строя то все таки у вас есть возможность поменять один регулятор за 15 баксов и не париться ни о чем вот такие вот мосфеты здесь находятся и такие мосфеты я уже видел на каких-то других современных регуляторах всем спасибо за внимание друзья с вами был евгений канал за быстрее с обзором данного регулятора флайву и не 45 ампер ссылка на его покупку находится в описании под видео не забывайте про мою группу вконтакте в фейсбуке про мой рс чат в телеграм про канал с купонами там можно получить реально крутые купоны и скидки на banggood также не забывайте про мой инстаграм аккаунт туда я публикую различные новинки увидимся новых тестах до новых встреч и Субтитры сделал DimaTorzok